Крепче чая уже 9 лет ничего не пьет. Руководитель организации по защите прав отцов и детей Андрей Лисин свой выбор сделал давно. И даже в экономический кризис гармонию находит не в рюмке, а в семье. Почитайте книги, потратите время на любимую женщину, на детей, я не знаю. Садите котика к ветеринару, например. Это гораздо интереснее, чем употреблять алкоголь. Кстати, вот те самые магазины. Любители Пенова входят и уходят. Если Андрей рассуждает о слабостях ближних в Сыроне, другие проявляют народный гнев. Белокурихи даже испортили рекламные баннеры на торговой точке. За трезвость готов бороться даже бывший кандидат в мэры Барнаула Алексей Шипунов. В условиях пандемии покупка пива и другого алкоголя – это не самое необходимое, что нужно человеку. А уже как вторичная выгода, возможно, мы получим сокращение количества бытовых преступлений, правонарушений, совершаемых на почве алкогольного опьянения. А вот в наркодиспансере говорят, что принимать людей больше обычного не стали. В Новый год в палатах на треть клиентов больше, чем сейчас. Медики объясняют это разобщенностью людей с отсутствием корпоративов. А на вопрос, выпивать ли, поясняет главное культурно. Крепкий алкоголь, прием алкоголя, значит, сутки не должен превышать 150 грамм крепких спиртных напитков. Вина – это в пределах 200 граммов сухого вина. И пиво – это в пределах 0,5 литров. Не мешать, не запивать водку пивом и наоборот. И главное, не на голодный желудок и не с залпом добавляют врачи. А вообще, в качестве бодрящего напитка сейчас лучше выбрать стакан кофе или чай с мятой. Здоровее будете. Валентина Аскерова, Мария Микшут, Илья Халяпин. День с толком.